Очень здорово с новым партнером быть настоящим, потому что когда мы играем какую-то игру, когда мы что-то изображаем, мы потом становимся заложниками этого. И когда у нас театр для одного актера, вы поняли, что я хотела сказать, мы потом теряем интерес к сексу, потому что мы устаем одну и ту же картинку играть. Если мы изначально с новым партнером начали изображать бурный оргазм, не имея этот бурный оргазм, к сожалению, с большей вероятностью случится, что рано или поздно вы перестанете хотеть секса с этим человеком, потому что вы устаете все время, демонстрируя то, чего нет. А изменить ситуацию вы уже не в силах. Почему? Потому что вы уже много месяцев, а может быть даже лет изображали одно и то же. И в один день резко сказать, да на самом-то деле ты мне это и не возбуждал все это время, вообще мне все, что ты делал, не нравилось. Очень больно тому человеку, который для вас это делал, потому что он уже искренне что-то хотел доставить вам удовольствие. Это, я всегда привожу эту классную аналогию, когда вы живете в браке с мужчиной 10 лет, он 10 лет ест ваш борщ, и в один момент он стучит кулаком по столу и говорит, фу, какая гадость, это твой борщ. 10 лет я молчала, вот тут решил сказать, да. Что вы будете испытывать, когда вам человеку так резко, принимая ваш борщ, да, кушая его 10 лет, вдруг сказал, что это гадость, он его никогда не любил. Злость, разочарование, обида, да, ну как минимум шок, вы будете испытывать очень негативные, неприятные эмоции по отношению к этому человеку, вы будете говорить, почему, почему ты 10 лет молчал и сейчас решил сказать. Ведь обидно же, да. Поэтому мы так не делаем. Мы, во-первых, не делаем вот эту ошибку с новым партнером, что мы как бы имитируем что-то, да. Лучше сказать, что было хорошо, но оргазма в этот раз не было, да. Но в следующий раз будет, потому что оргазм это же не ответственность мужчины, это оргазм ответственности женщины в том числе. Причем в большей степени это ответственность женщины, а не мужчины каждый в сексе отвечает за свое удовольствие, за свой оргазм, да. Нельзя его возложить на плечи, хрупкие плечи вашего партнера, потому что он не может догадаться, где и как вам стимулировать, чтобы у вас случился оргазм. Ну ладно, может быть через 25 лет совместной жизни, да, он уже это знает. Но если это новый партнер, то вам нужно ему помочь, подсказать, где и как что сделать, чтобы вам было хорошо. При этом максимально самой настроиться на это, да, то есть хотеть этого, не стесняться партнера. Это много моментов, элементов, которые нужно в себе проработать для того, чтобы получить разрядку. Вот. А те, кто уже совершил эту ошибочку, и кто уже насимулировался, теперь думают, блин, как с этого спрыгнуть. Есть такой маленький секретик, хитрость, вернее, женская. Мы просто не говорим никогда партнеру, что с ним оргазма не было, это обидно, мы помним, да. Мы вдруг внезапно в один день теряем оргазм. Просто он потерялся. Вот сегодня его не случилось. И ты такой, ну не знаю, что-то как-то с ней звезды не сошлись, может в следующий раз. А в следующий раз он тоже не происходит. И тогда ты такая, ой, я не знаю, что произошло, ты такой классный любовник, все так, как всегда, да, ну вот что-то произошло. Но ты знаешь, я вчера слушала эфир одного неплохого сексолога, такая классная барышня, и так грамотно рассказывала. А что, почему нет? Парти с моментом. И она рассказывала о том, что иногда такое с женщинами бывает, что эрогенные зоны, они, это сейчас я бред рассказываю, но вы можете это своему мужчине рассказывать, да, они кочуют, да, где-то, вот где-то вот моя эрогенная зона надо найти. То есть, вы вполне можете рассказывать своему мужчину такие теории. Это не страшно. Вы его сильно не обманываете, действительно у вас эрогенная зона в другом месте. Ну, она перекочевала. Он просто 10 лет не знал об этом, потому что вы ему не показывали. Вот, а теперь ваша задача ее найти. И вот ты говоришь, вот знаете, есть такой момент, она говорила, что можно использовать там виброигрушки для того, чтобы разбудить там, да, вот, нащупать. Можно попробовать там стимулировать рукой. А вот если ты вот так вот здесь, вот, или вот так вот так мы попробуем, то может быть у нас что-то получится. И у вас получается, потому что вы уже конкретно, да, хитро даете своему мужчине правильные инструкции, именно те, которые надо. И у вас происходит разрядка, и вау, и у вас возвращается оргазм, и вы уже действуете по новому сценарию. Но при этом вам не пришлось оправдываться перед мужчиной, что вы там энное количество месяцев лет ему подбрехивали, что вам было хорошо. Понимаете? Женскую хитрость включаем, и это очень сильно помогает. Продолжение следует...